Мы каждый год ведем теледневник наблюдений за природой, как в школе. Еще в феврале мы снимали первые подснежники, потом обязательно сообщаем, что расцвела сакура. Летом мы покажем вам лучшие цветущие фотолокации. Цветущие сюжеты всегда набирают огромное число просмотров и лайков. Помните, как мы вместе переживали, когда бендерские коммунальщики выкосили маки, которые незаконно выросли на городском газоне? Мы решили не нарушать традиции и отправились в цветущий дендрарий. Вход для посетителей туда откроют только через неделю, поэтому получилась такая разведка. Регина Васильчук смотрела, восхищалась и слушала симфонию весны. Как она звучит, расскажет и вам. Смотри, божья коровка прилетела. Белка что ли? Да вкусно пахнет. Слышите? Так звучит весна. Птички поют. Пчелы жужжат. Ветер слегка колышет листья на ветру, но солируют в этой весенней песне однозначно цветы и деревья, которые проснулись от долгой зимы. Первые нотки весны звучат ярко-желтым. Это красавица форзиция. Она расцветает одной из самых первых. Как будто чувствует, как светит солнце, напитывается его светом, теплотой и начинает сама согревать всех, кто на нее смотрит. Весну форзиция встречает при полном параде и видно ее практически с любого уголка ботанического сада. Форзиция бывает разной небольшим кустарниками или деревом. Это вид плакучей форзиции. Какой бы формы она ни была, ее ноты слышны во всем дендрарии. Солнечное облако видно издалека. Это и привлекло садоводов, которые привезли ее из Восточной Азии в Европу. Под аккомпанемент пчел мы добрались до следующего символа весны. Жимолость душистая. В садах ее высаживают для создания ароматических зон. Утонченное звучание кремовых цветов часто используют при создании парфюмерных композиций. А еще жимолость называют цветком вечной любви. С ней связана красивая легенда. Известный философ Пьер Абеляр и его возлюбленная Лоиза, которая была младше философа на 20 лет, так и не смогли быть вместе из-за гнева родственников девушки. Когда философ умер, Лоиза ходила к его могиле 20 лет. Позже ее похоронили рядом. Могилу возлюбленных обвили красивые ветви жимолости, осыпанные белыми цветами. Под ноты азиатских струнных инструментов расцветает сакура. Лепестки поют про нежность и умиротворение. В Японии период цветения вишни отождествляют с красотой и быстротечностью жизни. Да, это непримечательная с виду дерева тоже сакура. Просто ранняя и не махровая. Ее цветы отличаются тем, что они поменьше и не такие пышные. Зато сакура уже расцвела и подпевает птичкам. В Японии даже придумали специальный праздник – праздник любования сакурой – ханами. Среди аристократии считалось почетным проводить время за играми под цветущими деревьями. У нас еще начинает зацветать, это уже в полном цвету, начинает зацветать вишня. Это та же самая сакура в лакучей форме. Она не махровая, даже иногда дает у нас такие горьковатого вкуса плоды черненькие, такие мелкие, как горох. Крона интересная у нее. Цветки тоже такие вот не махровые, вот такие вот пятилисточковые, как у обычной черешни вишни. Вишня любит разнообразие. Это белое облако – тоже она. Вишня войлочная. Если в саду нет места для дерева, можно посадить такой куст. На месте каждого цветочка в скором времени появится маленький сладкий плод. С верхних нот перебираемся в нижний регистр. Японская айва звучит глубоким альтом. Хоть кустарник и небольшой, но алые цветы заявляют о себе громко. Айва настолько красиво цветет, что ее родиной считают Эдемский сад. А алый цвет послужил основой для легенды, в которой айва – факел, освещающий путь жизни. Другообразные ветви усыпаны острыми колючками. Так айва защищает свою красоту. Кустарниковая айва цветет очень рано. Затем у нее образуются плоды, где-то как мелкие лимончики, жесткие плоды. А где вообще-то съедобные плоды? Учитывая то, что они жесткие, их, конечно, сразу употреблять в пищу нельзя. Но вот в чай, пересыпанный сахаром, или в компоты, придает особый аромат. И у них очень много витамина С, почти как в лимоне. Это, можно сказать, наш северный лимон. А вот плоды алычи испробовали еще в третьем веке. Белоснежные цветы поют пись весны от Закавказья до северных предгорек Гималаев. Дерево культивируется в садах и встречается в дикой природе. Часто его можно встретить и у берегов рек. Цветет алыча чуть меньше двух недель. Если алыча цветет преимущественно белым цветом, то персик нежно-розовым – это цвет зефира. Что удивительно, родина персика – это Китай, хотя у нас у каждого второго огородника можно найти такое дерево. К тому же его очень любят пчелы и фотоаппараты. Весенняя мелодия звучит ярче и отчетливее с каждым днем. Совсем скоро песню весны подхватит древовидный пион. Это растение звучит поимператорски. Древовидный пион высаживали в императорских садах. Все потому, что на одном таком кусте за период цветения, это примерно две недели, могло быть до 50 цветов, каждый из которых 30 сантиметров диаметром. Подпевать древовидному пиону готовится миндаль – сливописарди. Ближе к концу апреля запоют всеми любимая сакура в той же цветовой гамме и тональности иудина дерева из перея ранее. Эту мелодию уже смогут услышать все. К тому времени ботанический сад откроется. Легина Васильчук, Дмитрий Редькович, Андрей Овчинников. Отражение.